Когда мы говорим о том, как нам возвратить Крым, мы должны действительно брать во внимание все факторы. Кстати, я всем советую прочитать сегодняшнее интервью, помните, был такой адмирал и есть Касатонов в отставке. Реановоса сегодня дала, с моей точки зрения, совершенно объективную оценку, почему Крым был захвачен Россией в изложении Касатонова. Он сказал о том, что Черноморский флот, его наличие, позволило нам осуществить возвращение, как он считает, на оккупацию Крыма. Я сейчас просто не хочу вспоминать 2010 год, Харьковские соглашения. Дело не в этом. Теперь то, что по сегодняшней политике. Конечно, правительство Яценюка есть за что критиковать, особенно в части отсутствия системной политики по отношению к оккупированному Крыму и тем территориям Донецка и Луганска, которые нами не контролируются. Мы должны в первую очередь думать о безопасности людей, которые находятся на той территории, где мы не можем осуществлять свой суверенитет. Поэтому все то, что вы бы не предпринимали, в том числе и в вопросах блокады или не блокады, мы должны оценивать через призму положения тех людей. И вот наше предложение, предложение Мустафы Джемилева, это полная блокада, и он при этом обирается действительно на наличие достаточного количества таких пожеланий, которые раздаются из Крыма. Подход очень простой. Мы потерпим, но те, кто сюда пришел, они не смогут отвечать своими обязательствами перед тем, кого они обманули, кого они вовлекли под свои знамена. И пусть они решают проблему Крыма. Мой подход заключается в том, что мы должны все взаимоотношения с Крымом осуществлять через призму соблюдения прав человека в Крыму. Вопросы, проблемы, интересы бизнеса должны быть как минимум на третьем, на четвертом, на пятом месте. Сегодня у нас доминанта интересов бизнеса в вопросах взаимоотношений с Крымом. Я так догадываюсь, что и вопросов, наверное, с теми территориями Луганска и Донецка. Я завершаю. Я думаю, что все эти вопросы, насколько эффективными будет тотальная блокада, частичная блокада, блокада этапная, временная. Это все необходимо, это возможно было бы все разработать, если бы мы имели бы цельную государственную стратегию возвращения Крыма и контроля на тех территориях. Поэтому, с моей точки зрения, если вы хотите от меня услышать критику в адрес правительства, то я хотел бы сказать, что... Я хотел бы узнать вашу точку зрения, простите. Я хотел бы сказать, что нефункционирование службы по вопросам оккупированной автономной республики Крым-Севастополя, а теперь додается еще и Донецк, и в деякой области. Вот это, с моей точки зрения, главная прогрессивность или неэффективность в этом аспекте. Аспекте забезпечения нашим гражданам их прав в таком мире, в котором мы способны потешенно повернуть эту территорию. Ослабление России, это может быть один из наиглавных факторов для того, чтобы нам возвратить территорию, для того, чтобы нам прекратить вмешательство внутриукраинских дел. Третий момент. Категорически не согласны с господином Ермолаевым. Позиция Запада в феврале-марте 2014 года. Позиция Запада сейчас в отношении Украины. Это совершенно две разные вещи. Но, насколько же мы внутри меняемся, и поэтому я хотел бы просто, возможно, всех нас подумать о том, чтобы определенные политические силы теперь внутри Украины окрепили. У нас все-таки демократия по сравнению с тем, что Россия. И теперь внутри мы есть некоторые из политических сил, в том числе парламенте, которые все делают для того, чтобы вывести Россию из вот этого определения, кто есть стороны. И сегодня давайте, хотя бы мы четко бы одно сделали бы. Оппозиционный блок парламента вместе со всеми другими фракциями. У нас есть один противник, это Путин. Мы же все хорошо знаем в этом глобальном мире, Вадим, как делается торговля. Есть конкретные люди в украинской стороне, вы можете назвать их фамилией, вы их хорошо знаете, которые поставляют туда товары. Есть конкретные люди, включая крымских бандитов, которые на той стороне товар принимают. Ахтем Чайгос, Кокорина, Андреевская, убитые решатом нету расследования. Все сегодня надо некоторым депутатам, которые есть в парламенте, которые туда сотними форм направляют, и сказать этому гоблину другим, освободи ребят, получишь продукты. Вот это взаимосвязь с правами человека. Нам надо это делать. Рефат Агбарханович, для этого надо с ними говорить. Я думаю, что скоро будем говорить, потому что если так дальше будет Крым... Понимаете? Я понимаю, что легко говорить о территории, я даже себя ловлю, когда ребята говорят о Донецке и Луганске. Я как-то немножко свою отвлеченность ловлю. Вот точно так же многие из вас отвлеченно рассуждают о Крыме. Мы не оставили территорию. Мы там оставили людей, которые до конца верили в это государство. Крым и Луганске.